Привет, друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале. 20 сентября был принят закон об обязательном использовании РРО, кассы при введении малого бизнеса для второй-третьей группы единого налога. Это, конечно, полное, не буду выражаться что, нельзя ругаться. Какое же будет главное нововведение? При покупке товара обязательно вы должны получить чек, а продавец обязан выдать чек. Конечно, спасибо им большое, что они не вводят обязательно сами вот эти РРО, регистраторы расчетных операций, так как они стоят достаточное количество денежных средств. Как минимум это 200 долларов или чуть больше стартует цена на РРО. Можно будет воспользоваться мобильным телефоном и продавать это все через мобильный телефон. Как это будет на практике, естественно, мнение абсолютно непонятно. Есть так называемые группы риска, которым приковано особое внимание нашего государства. Это, естественно, как вы понимаете, интернет-магазины, службы почтовой доставки, отели и турагентства. И самое главное, что меня в этом все реально порвало, это то, что хотят таким образом отменить наложенные платежи. Вот пусть мне объяснит, вот тот, кто тут все придумал, как вообще можно покупать тогда в интернете. То есть это смерть для малого бизнеса. Люди перестанут платить налоги, люди закроют фофы, как кто-то правильно написал в комментариях под моим видеороликом, что люди уедут в Польшу. Еще часть людей отсюда свалит. Вот мне просто интересно, когда вообще принимали этот закон, кто-то вообще думал, кто-то вообще это придумал. Это вот первое, что надо было сделать, таким образом помочь у нас малому бизнесу, практически его уничтожив. Кстати, хочу заметить, что партия Порошенко за данный закон не голосовала, не поддержала она. И что я, друзья, в связи с этим предлагаю сделать? Я нашел очень интересную петицию. Кто-то из моих зрителей прикрепил ее к комментарию под одним из моих видеороликов. Сейчас давайте перейдем за экран монитора и прочитаем текст данной петиции. Хотел бы попросить всех вас подписать данную петицию, так как там проходит на сегодняшний момент сбор голосов. Не принимать закон про фискализацию ФОБ на спрощеной системе оподаткувания. Підвищить лимиты оборотов для 2 группы 5 млн грн, для 3 группы 10 млн грн без застосования РРО. Ввести мораторий на перевірки малого бизнеса до реформи фискальних органов. Автор и инициатор зазначенной петиции Е. Орлов Владислав Сергеевич. Дата оприлюднения 20 вересня 2019 року. Знаю, что у многих из вас существует так называемый миф про хорошего царя и плохих бояр. То, что царь, мол, об этом всем происходящем не знаем. И таким образом, если мы соберем 25 тысяч голосов под данные петиции, я уверен, это легко и просто можно сделать, она попадет на стол к нашему президенту, и он, может быть, все-таки пойдет навстречу тем миллионам наших граждан, которые занимаются бизнесом, и тем их семьям, и их детям, которых они кормят за счет бизнеса. Поэтому, друзья, я хотел вас попросить максимально распространить данный видеоролик в социальных сетях. Напишите, пожалуйста, другим блогерам, кто связан с данной тематикой, чтобы они тоже распространили данное видео, чтобы они дали ссылку на данную петицию в своих любых видеороликах, чтобы мы как можно быстрее собрали необходимые 25 тысяч голосов. А если вам по-прежнему нужна моя консультация по бизнесу, вы всегда можете получить ее, связавшись со мной, по ссылке в описании к данному видеоролику. И, конечно, если видео понравилось, пальцы вверх ставите, на канал не забывайте подписываться. Благодарю за внимание. Пока-пока, друзья.